Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Отдых и обучение в Рязани появится в парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Навязывание услуг. Можно ли без проблем оформить страховку? Последствия дорожно-транспортного происшествия прошел год, а виновные не наказаны. Ежегодно автовладельцы по закону обязаны предлевать договор ОСАГО. Для удобства автолюбителей было предусмотрено страхование через интернет. Но все чаще граждане сталкиваются с нарушением их прав. Подробности смотрите в нашем репортаже. Закон на дороге превыше всего, считает Игорь Студенков. За рулем он более 20 лет старается не нарушать правила. В этом году Игорь столкнулся с серьезной проблемой. Уже неделю мужчина пытается оформить полис ОСАГО. Но все безрезультатно. А между тем 16 апреля истекает срок действия его полиса. У меня автомобиль не новый. Автомобилю уже более 10 лет. Но он полностью исправен. Он проходит технический осмотр. Никаких нареканий к нему нет. Мне все равно отказывают. Причем по разной причине. Меня начинают отправлять. Проходить некий какой-то осмотр, на который нужно записаться за месяц. На меня нет бланков. Под любым предлогом просто-напросто отталкивают. Игорь уверен, все прозаично. Ему отказывают в страховке, потому что сумма маленькая. Не превышает 3000 рублей. Вот и на этот раз поход в страховую компанию не увенчался успехом. Полис он так и не получил. К сожалению, при вас я это сейчас сделать не могу. А по какой причине? Потому что вот это вот попытались в интернете сделать. И сейчас пишут, что есть новое состояние. То есть для этого нужно время. Я могу сделать пастерокопию ваших документов. Просто отправить разработчикам. После ответов, которые Игорь получил в страховой компании, возникло еще больше вопросов. То, что я пытался застраховаться, они, конечно, это зафиксировали. Раз они это видят, а почему же, когда ко мне не пришли смс с подтверждением кода и так далее, и тому подобное. То есть, я считаю, конечно, сработал эффект камеры. Посмотрим, сработал на сколько, когда мне они перезвонят и когда они будут готовы. Ну, я, соответственно, вам сообщу. Справедливости ради стоит отметить, что сотрудники страховой компании обещали разобраться в этом деле и помочь Игорю получить полис ОСАГО в ближайшее время. От наших клиентов, да, которые обращаются к нам в офис, жалобы, нареканий нет. Наоборот, люди говорят спасибо. И, как бы, не знаю, не возникает таких проблем. А я там, клиенту, вы тоже поможете? Да, конечно. Интересно, что причины для отказа в выдаче ОСАГО Игорю называют всегда разные. На этот раз виновником оказался сам автовладелец, который пытался оформить полис через интернет. Но, по словам сотрудников регионального отделения Центробанка, этот способ получения страховки полностью легитимен. Интернет, возможность оформления электронного полиса ОСАГО и ОСАГО, он как раз и был внедрен, внедрена возможность для того, чтобы исключать возможность навязанных услуг при непосредственном посещении офисов. То есть, оформляя полис онлайн, вы таким образом себя от этого можете обезопасить и оформить, во-первых, в любое удобное вам время, в удобной компании не тратить дополнительное время. Навязывание дополнительных услуг страховыми компаниями, по словам специалистов, является незаконным. В случае, если вам показалось, что ваши права нарушают, следует обратиться в Центральный банк Российской Федерации или его региональное представительство. При этом необходимо предоставить письменные или аудиовизуальные доказательства того, что вам ненадлежащим образом предоставляются услуги. Мария Рудай, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В Центральную часть России наконец-то пришла весна. Однако, кроме долгожданного тепла, она, вполне возможно, принесет и некоторые проблемы. Стремительное таяние снега приближает половодье, что может привести к затоплению некоторых населенных пунктов. В Управлении МЧС России по Рязанской области прокомментировали сложившуюся ситуацию и рассказали о готовности к паводку. По последней информации, в ближайшее время в нескольких районах Рязанской области может произойти подтопление порядка 10 низководных мостов. В самом факте начала половодья нет ничего опасного. Тем более, сотрудниками МЧС России по Рязанской области заблаговременно были спланированы все противопаводковые мероприятия. Вопросы безаварийного пропуска весеннего половодья были рассмотрены на комиссии по предупреждению о ликвидации территориальной ситуации при правительстве Рязанской области и аналогичных комиссиях муниципальных образований. Спланирован и проводится комплекс приоритетных мероприятий. Напомним, что на территории Рязанской области работала правительственная комиссия во главе с министром МЧС России Владимиром Пучковым. Тогда же обсудили вопросы готовности региона к весеннему половодью и члены комиссии отметили высокий уровень подготовки Рязанской области. Помимо этого, совместно с губернатором Николаем Любимовым и начальником главного управления МЧС России Паризанской области Сергеем Филипповым был проведен авиамониторинг паводка опасных районов, во время которого также были скоординированы действия на время весеннего половодья. Все места возможного действия о паводках ввод нам известны. В настоящий период все приоритетные мероприятия по подготовке завершены. Совместно с работниками администрации были проведены подворовые обходы, уточни списки проживающих, проведены инструктажи по правилам безопасности. В настоящее время для ликвидации последствий весеннего половодья спланирована работа до 4 тысяч человек, возможно привлечение до полутора тысяч единиц спецтехники. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Утро вторника началось сообщение о страшной аварии. На 280-м километре автодороги М6 Москва-Астрахань столкнулись сразу три машины. Без пострадавших не обошлось. Во вторник утром в Скопинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС и медиками оказали необходимую первую помощь пострадавшим. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «Приора», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Пежо 408». После чего совершил касательное столкновение с автомобилем «Део Некси». В результате происшествия водители два пассажира автомобиля «Пежо 408», в том числе 13-летняя девочка, с травмами доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля «Приора» и его пассажирка и пассажирка автомобиля «Пежо 408» погибли. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. 25 марта 2017 года на трассе М5 «Урал» Москва-Челябинск в Подмосковье в ДТП погибло трое детей. Воспитанники Рязанской спортшколы «Сокол» ехали на соревнования по боксу. С момента страшной аварии прошло больше года. Однако виновники этой истории до сих пор не наказаны. «Без пяти девять утра я собираюсь на работу, мне звонок. Я поднимаю телефон, мне звонит тренер Славика, Руслан Богданов. И говорит, Коль, так и так, говорит, все, говорит, Славы, говорит, нету. И Абдулгамидовых. Говорю, как так? Он говорит, Коль, произошла авария». Вячеслав Щанников и его одноклассники, родные братья Рахман и Джейхун Абдулгамидовы, погибли в тот злосчастный день. Еще один пассажир, 12-летний мальчик, был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По версии сотрудников госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя-экспедитора Сахипа Хадувердиева. Он уснул за рулем. Это 6-й батальон КИБДД МО Московской области МВД России РФ инспектор ДПС Кузьмин Владимир Иванович. Который был на аварии. Да, который непосредственно присутствовал на аварии, который вел вот свой слог. Лично общался с водителем «Газели», который мне пояснил, что уснул. Он проснулся, когда уже был удар. Судебное дело было возбуждено 25 марта прошлого года. Оно продолжается до сих пор. Изначально под стражу взяли двух водителей. Тренера спортшколы «Сокол» Руслана Богданова и экспедитора Сахипа Хадувердиева. Однако через 5 месяцев ситуация изменилась. Богданова перевели под домашний арест. А виновника аварии превратили в свидетеля. Причины неизвестны. Семьи Щанниковых и Мантровых неоднократно писали заявление в разные инстанции. Однако никакого вменяемого ответа они не получили. В общем, все, что мы не просим, нам во всем отказ. И решила я задать вопрос, спросить, как может быть обвиняемый участник ДТП стать свидетелем. Меня выгнали из зала суда. Мне просто судья сказал, встаньте и выйдите из зала суда. Сейчас, по словам семей, Хадувердиев отрицает тот факт, что он заснул за рулем. И что вообще выезжал на полосу встречного движения. По версии суда, Руслан Богданов сам выехал на встречу «Газели». Это противоречит показаниям других свидетелей, двух водителей, которым чудом удалось избежать столкновения. По словам родителей, на все это закрывают глаза. У него в машине стоял голонас. На голонасе 80-85 километров показывают. А с его слов 40-50 километров он ехал. На момент выхода репортажа Сахиб Хадувердиев имеет статус свидетеля. Родители всеми силами пытаются оспорить заявление суда. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В Рязани сотрудники полиции в заводской печи уничтожили более 90 килограмм наркотиков. Запрещенные вещества были изъяты у лиц, которые к настоящему времени осуждены за различные наркопреступления. Сотрудники наркоконтроля УМВД России по Рязанской области организовали плановое уничтожение крупной партии наркотических средств. Ранее данные вещества изымались в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий у лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, и хранились как вещественное доказательство до вступления приговоров по уголовным делам в законную силу. Подготовка партии к уничтожению осуществлялась в соответствии с действующим законодательством под контролем представителей УМВД, Министерства здравоохранения Рязанской области и Управления Роспотребнадзора. Под охраной бойцов спецназа «Гром» наркотические средства около 90 килограммов были вывезены на одно из предприятий Рязани и уничтожены путем сжигания в плавильной печи при температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Ликвидированная партия состояла из широкого спектра запрещенных веществ – кокаин, героин, амфетамин, различные виды дизайнерских наркотиков, гашиш, марихуана и другие. Всего около 20 наименований. МЧС России предложил изменить порядок проверок торговых центров после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Предлагается, что инспекции будут проходить не реже одного раза в год, независимо от того, выявлены ли нарушения. Также предлагается сделать их внезапными. МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона о защите прав предпринимателей, которые позволят Государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас. По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России Рената Яникеева, на данный момент о предстоящих проверках приходится предупреждать юридическое лицо за три дня. За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придет инспектор. По его словам, МЧС предлагает вернуть Государственный пожарный надзор МЧС России в число ведомств и организаций, участвующих в согласовании документов на этапе проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий. В настоящий момент все эти вопросы находятся в ведении Государственного строительного надзора. Обучение, развитие и отдых. Через пару месяцев в центре города появится парк реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, доступная природа. Проект выиграл президентский грант. Организаторы получили на реализацию 2,5 миллиона рублей. Парк расположится в саду Юнатов на улице Новой. Что будет в этом парке, узнаете в следующем сюжете. Посмотреть, потрогать и почувствовать – именно это является главным составляющим успешного обучения, считают организаторы проекта. Поэтому они приняли решение по адаптации условий отдыха детей-инвалидов в парке. Дизайн-проект был разработан с учетом интересов ребят с ограниченными возможностями. Для того, чтобы понять их потребности, было проведено анкетирование. В опросе приняли участие более 150 человек. Здесь постарались предусмотреть все, вплоть до мелочей. Даже асфальт будет положен специальный, чтобы инвалидам-колясочникам было удобно передвигаться. Идея создания проекта, по словам директора детского эколого-биологического центра Елены Харитоновой, возникла случайно. Около года назад у нас появилась задумка создать такой у нас парк реабилитации на территории. То есть часть нашей территории, порядка 600 квадратных метров, отвезти под зону, которая будет полностью адаптирована для таких деток. И ребята могут сюда приходить сами, с родителями, с волонтерами, на досуге как-то развиваться, проходить по экологическим тропам, знакомиться с растениями, с животными, с птицами, заниматься мини-гольфом. И, в общем-то, свободно просто отдыхать в центре города на природе. Парк Юнатов на улице Новой уже является уникальным. Многие деревья были посажены перед началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Здесь обитают краснокнижные пернатые, такие как зеленый дятел, радуют своим вниманием посетителей городской зеленой зоны и хищные птицы. Соколы и совы – частые гости этих мест. Дети в парке знакомятся с живой природой, сами сажают и ухаживают за растениями. Теперь такая возможность появится и у особенных ребят. Здесь будут специальные дорожки, покрытия специальные. И будет располагаться адаптированная экологическая тропа, на которой будут находиться объекты, где дети будут знакомиться с природой. Например, будут стенды с животными, натуральную величину, будут высажены растения пряновкусовые, где дети могут попробовать эти растения на вкус. Будут растения пряноароматические, где дети могут попробовать эти растения, пальчиками потрогать и ощутить запах. Еще одним уникальным объектом парка станет отель для насекомых, в котором будут представлены самые разные виды жуков и муравьев. Кроме того, здесь же появятся макеты животных в полный рост. Медведь, заяц, кабан и лось станут полноправными обитателями этих мест. На этом сюрпризы не заканчиваются. Еще на территории этого парка будет сенсорная тропа. Это тропа с особым наполнителем, например, песок, камень, чистая земля, какие-то растительные объекты, по которым дети могут ходить голыми ногами и ощущать вот эту самую особую структуру этих природных материалов. Для ребят, которые передвигаются на коляске, предусмотрена такая же тропа, но расположена она будет на уровне рук. Поэтому и они смогут познакомиться с разными природными материалами. Открытие этого парка уже ждут с нетерпением и дети, и родители. Галина Кропачева работает с детьми-инвалидами более 20 лет. Она признается, парк является мечтой многих. Когда задумывалась идея создания парка, именно ориентировались на наших детей. Представляли их, как им будет хорошо в парке. Как сможет, например, ребенок на коляске проехать по экологической тропе. Родители тоже с нетерпением ждут появления в городе места, где их дети смогут чувствовать себя комфортно, получать знания и отдыхать на природе. Парк «Доступная среда» очень нужна таким детям, потому что там будет развивающая зона. Дети познакомятся с природой Рязанской области и с животными. Также будет место, где отдохнуть, посидеть. И тем более этот парк будет в городе и подышать свежим воздухом. По мнению специалистов, реализация проекта по созданию парка поможет детям с ограниченными возможностями улучшить эмоциональное и физическое здоровье. И что немаловажно – социализироваться и начать общение с другими ребятами. Сейчас идут последние приготовления к установке необходимого оборудования. Как только сойдет снег, начнется работа по благоустройству парка и созданию образовательного кластера для детей-инвалидов. Организаторы на это отвели себе чуть более двух месяцев. Первых гостей здесь ждут уже в июне. Мария Рудай, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok